Кишиневский скандал с просроченными продуктами питания для детских садов в Бельцах кажется чем-то невообразимым. В течение последних полутора лет здесь навели порядок с тендерами на поставку провизии в дошкольные учреждения. Однако на волне новостей из столицы в Бельцах все же провели проверки в детских садах. 1. Пару если вы делаете в кишки из весы взрослых гайтеров, изучая, употребляющая садовая система лукаски иящная церковь ассадовая сарская укрепная зона в межур, а в кишки был лукаски для питания из строительства растения. Думан Zen двор год из-за того, в ежедеяния длина смесно, производительства и рахпакарной замены в межуретные учреждения в Бельцах. Доброе утро! О том, как бельская власть наводила порядок с тендерами, рассказывает мэр Рината Усатый. О том, как бельская власть наводила порядок с тендерами, рассказывает мэр Рината Усатый. Я хочу обратиться ко всем независимым журналистам. Съездите в Бельце, посмотрите, как работает наше муниципальное предприятие, которое отвечает за питание детей. Посмотрите наши договора. Вот есть сайт антикоррупции.пункт медиа. У нас сегодня дети едят мясо замороженное или даже охлажденное, которое поставляет компания «Рогов». То есть вы представляете, вот компания, огромная компания, которая дала самую хорошую цену в стране и соответствует всем критериям. Понимаете? То есть у нас закончились все этими историями с мясом в сумках, творогом в коробках из-под банана и так далее. Вице-мэр муниципия Леонид Бабий заявил в съемочной группе БТВ, что проблема с непрозрачными тендерами решена. Вопрос жизни и особенно нашего подрастающего поколения детей. Мы обращаем особое внимание на проведение этих тендеров. Это раз. Во-вторых, значит, когда рассматриваются эти вопросы, первым долгом рассматриваются ли деньги на это, финансовые средства для покрытия. А для покрытия именно качественного приготовления той или иной пищи. Поэтому и при каждом рассмотрении данного вопроса рассматривается количество дикокалорий, количество граммов, приходящихся на одного учащегося. Мы и сегодня рассмотрели на заседании группы по закупкам на будущий год уже. Значит, порядка 8 миллионов 800 лей для закупки именно питания для детских и дошкольных учреждений. У нас таких вопросов не возникает, потому что мы постоянно держим на контроле этот вопрос. И буквально после каждого квартала года рассматриваются именно эти вопросы. Если имеются какие-то недоразумения, они обязательно должны быть обсуждены, обязательно должны быть применены санкции тем, которые недобросовестно выполняют эти вопросы. Любой человек имеет право присутствовать на тендерах, и мы обращаем на это внимание, громкогласно объявляем, открываем пакеты при них, зачитываем абсолютно все поступающие документы, и после этого объявляем громкогласно во всеуслышание каждую сумму, кто предлагает из экономических агентов. Когда-то в самом начале Рената Георгиевич говорила о том, что контролировать качество питания в садиках могут и родители, то есть они имеют право прийти, осмотреть... Совершенно верно. Мы на это тоже обращаем внимание и даже требуем, чтобы они присутствовали, видели, пробовали эту еду. Поэтому этот вопрос не снял с повестки дня, он наоборот усиливает свое внимание. Редактор субтитров А.Семкин